Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед вами 87-й выпуск дайджеста арматуры строителя. Мы расскажем вам о наиболее важных событиях конца недели. Росэнергоатом оштрафовано 350 миллионов рублей за срыв сроков запуска Нововоронежской АЭС-2. Компания впервые была оштрафована за срыв сроков запуска объекта, строящегося по договору поставки мощности. Энергетики решили, что компания должна компенсировать рынку задержку водоэнергоблока на Нововоронежской АЭС-2. За два месяца просрочки Росэнергоатом заплатит 350 миллионов рублей. До сих пор компании удавалось откладывать выплату штрафа, но на рынке посчитали, что новый блок обходится потребителям слишком дорого, чтобы просто отказаться от санкций. Итак, начнем с информации о том, что предприятия «Пульсатор» и правительство Хурганской области утвердили первый специальный инвестиционный контракт. Правительство области со своей стороны утвердило налоговые меры поддержки для участников специального инвестиционного контракта, а именно обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, а также снижение налога на прибыль до 13,5%. «Пульсатор» же обязуется осуществить модернизацию промышленного производства в рамках инвестиционного проекта под названием «Курганский литейный центр арматуростроения Кластера» – «Курганский территориально-отраслевой комплекс новой технологии арматуростроения». Сумма вложений составит около 100 миллионов рублей. Планируется создать не менее 100 рабочих мест. Производственное предприятие «Текофильтр» в конце января этого года осуществило отгрузку распределительного устройства в адрес нефтехимической компании «Нижнекамскнефтехим». Изделие выполнено по индивидуальному техническому заданию и предназначено для использования в аппарате со средой 4-го класса опасности из-за бутилен и третбутанол. Оборудование будет размещено в реакторе, расположенном на открытой взрывоопасной площадке. Группа специалистов завода «Этерна» совместного проекта ЧТПЗ и Роснано завершили обучение по программе применения нанотехнологий в производстве труб. Этот образовательный проект Фонда инфраструктурных и образовательных программ реализован в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров между ЧТПЗ и Роснано. Белые металлурги детально изучили процессы производства труб и деталей травмопроводов с использованием наноструктурированных материалов, методы сварки с применением наночастиц, а также тонкостью управления производственным процессом в целом. По итогам обучения сотрудники завода «Этерна» защитили квалификационные работы по оптимизации производственных процессов, повышению производительности оборудования и способам улучшения штампосварных деталей. Группа ЧТПЗ поставила партию насосно-компрессорных труб для добычи арктической нефти на приразломном месторождении. Уникальная импортозамещающая продукция изготовлена в финишном центре по производству труб нефтяного ассортамента Первоуральского новотрубного завода. Партия включает 115 тонн сероводородостойких труб высокой группы прочности с издовыми соединениями класса «Премиум». Сервисная сеть группы компаний «Эримера» подвела итоги деятельности за 2016 год. Так, компания, к примеру, отремонтировала и изготовила 1 145 353 трубы нефтяного ассортамента. По итогам 2016 года количество скважин, находящихся в обслуживании «Эримера» сервис, выросло на 25% по сравнению с 2015 годом. Увеличение в основном было обусловлено новыми контрактами. По направлению сервиса НКТ компания сохранила общее количество отремонтированных и изготовленных труб на уровне 2015 года. Уделим время и отраслевым новостям. В предыдущих выпусках мы рассказывали о планах ТЭК-СПБ совместно с вузами и компанией «Диакон» создать Центр инновационных технологий. 27 марта в Университете ИТМО состоялось подписание шестистороннего соглашения о создании данного центра. Он позволит скоординировать усилия сторон на базе имеющихся научно-технологических компетенций для повышения эффективности функционирования энергетического оборудования. Центр не имеет аналогов в Санкт-Петербурге, так как стал первым объединением научно-технических потенциалов эксплуатирующего предприятия в вузах и предприятия-разработчиков новой техники. Группа компании «Росатом» убрала со своей карты глобального присутствия перспективу строительства АЭС Болгарии. Напомним, в прошлом году «Росатом» выиграл у Болгарии суд по делу АЭС Белине, соглашение о строительстве которой было подписано 10 лет назад, но так и не началось из-за отказа болгарских властей. Исключение проекта из карты ставит символическую точку на этом проекте. При этом перспективу строительства АЭС «Росатом» видят в Индонезии, Казахстане, Малайзии, Саудовской Аравии, Словакии, Чехии, ЮАР, Аргентине и Бразилии. Грядет выставка «Нефтегаз-2017». Портал «Армторг» и журнал «Вестник арматуростроителя» обязательно примут участие в работе выставки. В данный момент формируется программа встреч и переговоров. Мы внимательно следим за новостями выставки. В частности, стало известно, что в Министерстве энергетики сегодня состоялось совещание по вопросам подготовки выставки «Нефтегаз-2017» и Национального нефтегазового форума. Как сообщил заместитель генерального директора экспоцентра Михаил Толкачев, площадь выставки «Нефтегаз-2017» составит 50 тысяч квадратных метров. Ее участниками станут 500 ведущих производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий, нефтесервисных и геологоразведочных компаний из 25 стран. В этом году выставку поддерживают 30 спонсоров. Георгиевский арматурный завод также примет участие в 17-й международной выставке «Нефтегаз-2017». Посетители выставки смогут ознакомиться с продукцией геаза, обсудить все интересующие вопросы и получить консультации специалистов. Напомним, компания производит предохранительные клапаны, переключающие устройства, предохранительные блоки, обратные подъемные клапаны, клиновые задвижки и запорные клапаны. На портале armtork.ru идет публикация большого проекта – цикла материалов, подготовленного журналистами портала о работе крупнейших российских предприятий арматуростроения и смежных отраслей в 2016 году. Этот проект призван продемонстрировать рост и развитие российской промышленности. На очереди – Староскольский арматурный завод «Армапром», «Энергомаш» Чехов ЧЗМ и Объединенная металлургическая компания. В частности, в 2016 году Староскольский арматурный завод «Армапром» успешно разработал и запустил в производство клапаны регулирующие и запорно-регулирующие с мембранно-исполнительным механизмом угловой конструкции на ДН от 15 до 300 и ПН-16. Предприятие «Энергомаш» Чехов ЧЗМ подтвердило право на испытание в собственной лаборатории стравопроводной арматуры для АЭС в соответствии с приказами Госкорпорации «Росатом». Объединенная металлургическая компания дала старт реализации проекта по локализации в России производства импортируемых сегодня шаровых кранов специального назначения для газовой отрасли диаметром до 1400 мм, рассчитывая на давление до 42 мегапаскалей. Для этого на базе предприятия «Трубодеталь» был создан и запущен в эксплуатацию Уральский завод специального арматуростроения. На портале «Армторг» идет публикация видеорепортажей с производственной площадки одного из крупнейших российских арматуростроительных предприятий Алексинского завода «Тяжпромарматура». Коллеги, на этой неделе мы показали вам сталелитейный цех, который, по словам нашего проводника по заводу Алексея Владимировича Степина, был модернизирован некоторое время назад. Мы хотим особо подчеркнуть, что стареплавильное производство есть на очень малом количестве российских предприятий, и наличие таких цехов говорит о масштабности производства. Цех оснащен дуговыми столеплавильными печами грузоподъемностью по 12 тонн. Кроме того, в кадре появится и цех, где происходит формовка деталей травопроводной арматуры. Здесь создаются корпусные детали шиберных и клиновых задвижек, а также шаровые пробки и другие детали. Для этого на заводе применяется фасонное литье. Подробный рассказ об этих цехах вас ждет в новых видеорепортажах на портале armtork.ru. И, наконец, в заключении выпуска о новых интервью. С удовольствием представляем вашему вниманию беседу с Анатолием Хабаровым, исполнителем-директором компании MVI-RUS. На выставке «Акватер» в Новосибирск компания MVI-RUS представила инновационную серию шаровых кранов H2O. Особенность серии – низкое содержание свинца и оптимизированная конструкция, обеспечивающая постоянную циркуляцию жидкости в скрытых полостях крана. Также на этой неделе собеседником портала armtork.ru стал директор компании RUNAK Максим Ефимович Малкин. Производственное частное унитарное предприятие RUNAK является на сегодняшний день единственным производителем крутоизогнутых отводов, переходов, заглушек и других деталей травопроводов – воды, пара, газа, нефти и нефтепродуктов в Республике Беларусь. Продукция компании поставляется в Россию, Казахстан, Украину, Армению, а также в страны Балтики. Открыты представительства в Гомеле, Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте. Предлагаем к просмотру интервью с Павлом Короченко, начальником проектного отдела компании «Консорциум Логика Теплоэнергомонтаж». За годы работы эта компания сумела не только построить мощную структуру и заслужить признание заказчиков, но и сформировать надежную партнерскую сеть, включающую в себя более 120 лицензионных центров в России и СНГ, обеспечивающих поставку фирменной продукции и полный комплекс сопутствующих работ и услуг. Региональные производства по лицензии фирм размещены на Урале и в Белоруссии. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо за отклики и интерес к нашим проектам. Я с вами прощаюсь, увидимся в следующих выпусках «Дайджестер Моторостроителя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова